Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача Одинцовской центральной районной больницы по детству Нина Павловна Чуприкова. Здравствуйте, Нина Павловна! Здравствуйте! А тема нашей программы – национальный календарь прививок. Нина Павловна, давайте разбираться, давайте снова поговорим и поднимем эту актуальную тему, потому что многие родители до сих пор спорят одни за прививки, другие против, одни хотят делать, третий не хотят делать. Вот все-таки сегодня хотелось бы разобраться, почему такие противоречивые мнения и все-таки к чему может привести полный отказ от прививок. Все мы помним прошлогоднюю вспышку кори. В нашем районе. Вы знаете, вот задавая этот вопрос, мне хотелось на него сразу же сказать, вы не должны, родители должны решать, делать прививку или не делать. Решать о том, делать или нет, обязательно должен только медицинский работник. Зная всю эпид-обстановку в стране, в районе, в городе, доктор вам посоветует, какую прививку нужно сделать в тот или иной момент, какую прививку нужно сделать вашему конкретно ребенку. Он составит вам индивидуальный график проведения вакцинации, если ваш ребенок болен или у него были какие-либо осложнения после введения той или иной вакцины. Сейчас во всех поликлиниках, во всех медицинских учреждениях Одинцовского района есть все необходимые иммунобиологические препараты для того, чтобы мы смогли привить ребенка. Вакцина у нас есть как отечественная, так и импортная, потому что очень много родителей считают, что импортная вакцина намного лучше, она лучше переносится детьми, что нет никаких побочных действий в виде температуры или повышенной слабости, утомляемости у ребенка. И поэтому родители, спрашивая участкового врача, есть или нет импортная вакцина, они, получая отрицательный ответ, они отказываются от той или иной вакцинации. Это в корне неправильно. Вакцинировать детей нужно обязательно. Сейчас, к сожалению, у нас, может быть, это и к счастью, у нас очень большая миграция населения. И к нам в Одинцовский район, вот мы разговариваем про детей Одинцовского района, очень много приезжает граждан, которые проживают в других республиках, даже в других странах, в которых другой абсолютно национальный календарь прививок. В некоторых бывших наших союзных республиках вообще сейчас не прививают детей. И в связи с этим появилась прослойка детей, которые абсолютно не вакцинированы. А это ведет к тому, что возникает та или иная вспышка тех или иных заболеваний. Это то, что мы, собственно, и наблюдали прошлой осенью, когда был введен карантин. И действительно, устро стояла проблема в районе, ее решали власти, и вакцинация проходила повсеместно. Но, опять же, вот эти вот все вспышки, они не случайны. Если отнестись и посмотреть на лет 20-30 назад, то этого просто не могло возникнуть. Конечно. Потому что все были вакцинированы от и до. Ну, за исключением, безусловно. Мы не берем в расчет тех детей, у которых особенности здоровьем. И, соответственно, им уже немного иной график прививок рекомендован врачом. Вы знаете, я долго уже работаю в Одинцовской ЦРБ. И, учащаясь еще в институте, нам корь рассказывали. Мы ее не видели. И столько лет, отработав здесь, я ни разу не видела корь. Как протекает корь. Я знала ее симптоматику, какая клиника. У того или иного ребенка. То есть это было заболевание из книг? Конечно. Это то, что мы читали в книгах. И когда у нас появились впервые эти заболевания, вы знаете, это для нас был шок. Теперь мы, конечно, мы смотрим на вспышку. Ну, не то, что на вспышку, на заболевание. Корью, да, краснуха у детей. И мы уже знаем эти заболевания не просто потому, что мы там прочли ту или иную симптоматику этого заболевания. А мы их уже видели, этих детей. И детей этих много, и взрослых этих много, которые переболели данной инфекцией. Но, опять же, вот возвращаясь к вспышке кори в Одинцовском районе, мы хотим сказать, что у нас не было ни одного заболевшего ребенка взрослого, который был привит данной вакциной. Ни одного. Болели только непривитые люди. Поэтому хочется сказать родителям, прививать нужно. Мы столько прививаем детей. Даже вот если взять по Одинцовскому району, да, 60 тысяч, 66 тысяч прикрепленного населения к Одинцовскому району. Мы в день делаем очень много вакцинации. Бывают какие-либо побочные действия, но они настолько редки. И поэтому здесь нужно думать уже о здоровье ребенка. И о последствиях, что немаловажно. Ведь все эти заболевания, они причиняют огромный вред, в первую очередь, именно здоровью ребенка. Конечно. Мы даже, если родители, они сомневаются, сделать или не сделать вакцину. Доктор их не убедил. Подойдите к одному из заведующих, да, посоветуйтесь. Если вы все равно не согласны с тем, что вашему ребенку нужна вакцинация. Сейчас в Московской области создан центр, он мытищик, находится на базе Московского областного детского консультативного центра, где ведут прием врачи-иммунологи, профессора, которые ознакомливаются с анамнезом ребенка, с его иммунным статусом, с лабораторными исследованиями и составляют индивидуальный план вакцинации того или иного ребенка. И если родители по той или иной причине, у них есть какие-то сомнения привиться в поликлинике, они могут привиться в этом же центре. Все вакцины на данный момент и есть. У нас были небольшие задержки с поставкой полимиелитной вакцины, да, сейчас мы ее получили, она у нас есть. И мы вот сейчас стараемся все те детки, которые недополучили той или иной вакцины, мы их сейчас вакцинируем. Нина Павловна, какие вакцины, какие вакцинации входят в национальный календарь привилок? Первое, что делают в роддоме, это БЦЖ. Делать нужно обязательно. Туберкулез сейчас опять с этой же миграцией, с этой глобализацией, он шагает по стране. И поэтому детей нужно уберечь. Уберечь, и поэтому вакцину эту нужно сделать обязательно в роддоме, если нет никаких противопоказаний. Ревакцинируем при отрицательных реакциях МАНТУ, это уже перед школой в 6-7 лет. Следующая вакцина – это гепатит. Ну, все бывает в жизни, да, очень много у нас сейчас заболеваний, которые связаны и с гепатитами, да. Мы вакцинируем детей от гепатита. Есть календарь, по которому мы делаем в месяц, два, потом делаем третью вакцину. У нас сейчас в наш перечень вакцин, которые входят в национальный календарь прививок, входит вакцина-превинар, которую мы делаем в два месяца, потом повторяем четыре с половиной месяца, потом 15 месяцев, если это маленький ребенок. У нас в три месяца мы начинаем прививать детей от столбняка, коклюша, дифтерии, полимелит. Входит у нас гемофильная палочка, вакцина от гемофильной инфекции. Это входит в национальный календарь. Мы прививаем детей от корепаратита обязательно. Ну и, соответственно, мы прививаем детей каждый год от гриппа. То есть это та вакцина, которую мы всегда начинаем в сентябре месяце делать вакцинацию деткам. Мне кажется, в этом году кампания по вакцинации против гриппа, она самая масштабная за последние годы. Потому что люди так охотно приходят, вакцинируются, и не только детское население, но и взрослые, не отстают. И вот все чаще слышат, что я вакцинируюсь, я поставил себе прививку от гриппа и всей своей семье. Я никогда этого не делал, но в этом году решил, что нужно. Вы знаете, мне кажется, вот такая активность наших граждан возникает от того, что они видят результаты. Что нет осложнений после того, когда мы сделали ту или иную вакцину от гриппа. Они меньше болеют, меньше покупают тех или иных лекарственных препаратов, которые сейчас дорогостоящие. Не все могут купить те же медикаменты. Сделав эту вакцину, они защищают себя от заболевания, от осложнений. И то, что время нахождения на больничном листе, если человек заболеет, он, конечно, укорачивается. То есть приходится болеть меньше по времени и намного легче. Сколько еще продлится кампания по вакцинации против гриппа? До 15 ноября. Сколько уже на сегодняшний день детей провакцинировано? До 15 ноября мы вакцинируем всех. У нас данная есть вакцина и детская, и взрослая. Сейчас мы вакцинируем детей в детских садах, вакцинируем в школах. Вакцинирует взрослое население на рабочих местах. Выходят в школы, в детские сады. Мы вакцинируем работников бюджетных организаций. И мы предлагаем вместе сделать с данной вакциной от гриппа вакцинацию привинара. В национальном календаре данная вакцина мы делаем деткам, начиная с 2 месяцев, 4,5-15 месяцев. Но сейчас издан приказ Минздрава Московской области о необходимости вакцинации детей, часто болеющих, начиная с 2-х летнего возраста. И, соответственно, если ребенок, часто болеющий, состоит в диспансерной группе, то их необходимо вакцинировать до 18 лет. Это одноразовая вакцина или ее тоже проходит в несколько этапов? Нет, она одноразовая. Мы делаем деткам ее. Создается очень хороший иммунитет против бактерий. Около 13 бактерий защищает. В состав данной вакцины входят штаммы к 13 бактерий, которые защищают нас от них. И если даже ребенок заболел той или иной инфекцией, то осложнения, которые возникают, присоединяясь к вторичной бактериальной инфекции, благодаря этой вакцине, она защищает ее от возможных осложнений. Нина Павловна, все-таки мы за вакцинацию. Я за вакцинацию. Я призываю, просто призываю сделать обязательно прививку от гриппа и обязательно сделать деткам привинар. Сейчас очень много осложнений. Очень много осложнений после тех или иных вирусных заболеваний. И очень многие родители, законные представители, приходя в поликлинику, сейчас задают один и тот же вопрос. Давайте мы назначим витамины, давайте мы назначим иммуномодуляторы, иммуностимуляторы для того, чтобы детки не болели. Вот в таком случае не надо пить никакие иммуномодуляторы, иммуностимуляторы. Сделайте две вакцины. Сави грипп, сделайте привинар. И я вот уверена на 200%, что дети болеть не будут. И мы с вами встретимся по поводу вакцинации, скорее всего, уже, наверное, весной. И я думаю, что результаты у нас будут очень хорошие. Самое главное, конечно, проконсультироваться с врачом, можно или нет сделать ту или иную вакцину. Но эти две вакцины сейчас, до 15 ноября, сделать родителям, если нет никаких медпротивопоказаний, обязательно. Спасибо, Нина Павловна. Надеемся, что наш призыв телезрители услышат и в ближайшее время обратятся в вашу поликлинику. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин